Девятилетний мальчик из Дягилева ушел из дома и не вернулся, а говорят, не в первый раз. К поиску был подключен добровольный отряд. Нашли его через несколько дней на Казанском вокзале в Москве. Оттуда направили в больницу и далее к родителям. Эту историю нам рассказала Екатерина Мухина, уполномоченной по правам ребенка. Она же говорит, что в Рязанской области пропавших детей нет, большинство находится. В нашем регионе на такие события моментально реагируют органы опеки, внутренних дел и следственный комитет. Также большую помощь в поисках оказывают волонтеры. Мы помогаем службам. Есть закон о волонтерстве. Там прописано, что полиция, МЧС имеет возможность использовать помощь волонтеров, добровольцев. Это все урегулировано, то есть никакой платы мы не получаем, никаких официальных организаций у нас нет. Мы просто люди. Мы объединились между собой по каким-то там навыкам, каким-то возможностям проходим между собой какое-то обучение и при необходимости полиция, МЧС использует наши ресурсы для поисков людей. То есть зачастую сами заявки приходят не только от родственников пропавшего, но и от полиции. Как говорят сотрудники добровольного отряда, сегодня очень важно уделять внимание расклейке ориентировок и размещению информации в соцсетях. Для этого требуется наиболее подробный портрет и описание ребенка от родственников. Волонтеры расклеивают объявления и спрашивают прохожих. И здесь важно наше неравнодушие к чужой беде. Дети находятся благодаря одновременным усилиям многих людей. Сегодня будет проведен флешмот на театральной площади в память о пропавших детях. В 21 час у фонтана каждый рязанец сможет поучаствовать в акции «Зажги свечу», организованной волонтерами. Рязанцы зажгут свечи в память о пропавших детях с надеждой, что свет укажет дорогу потерявшимся. Также ожидается акция ОМКЦ. Мы в Рязани собираемся, говорим об этом, фотографии показываем. Люди, проходящие мимо, может быть, кого-то где-то увидят с фотографии и узнают. И в память о них будут пущены в небо белые шары. Кроме того, всем пришедшим раздадут памятки о том, как предотвратить возможную трагедию. Вот некоторые из них. Ребенок должен знать свое имя, возраст и адрес. Во внутреннем кармане одежды всегда должна быть ваша визитка. Когда вы будете учить ребенка, как ему поступать, постоянно делайте упор на то, что вы ни в коем случае не будете его ругать. Самое простое правило взрослые помнят еще с детства. Стой, где стоишь. Ему же необходимо научить и вашего ребенка. Так вам будет проще найти друг друга, если вы разменетесь в общественном месте. Обучая ребенка простым правилам с детства, мы сможем предотвратить не одну трагедию. Каждый год в России пропадает около 45 тысяч детей. 90% возвращаются домой. Родители оставшихся 10 будут жить надеждой.